МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздник новаторских идей, открытий и знаний, подаренных учеными. 8 февраля научное сообщество России отмечало свой профессиональный праздник. В Российском федеральном ядерном центре в НЕФ прошли мероприятия, посвященные этой дате. Дата празднования 8 февраля не случайна. Именно в этот день, в 1724 году, по указу Петра I, была образована Российская Академия Наук. Наша страна первая в мире запустила искусственный спутник Земли. В кратчайшие сроки создала атомную бомбу, которая в советское время оказала решающее влияние на политическую ситуацию в мире. Сегодня разработки госкорпорации «Росатом» играют значимую роль в развитии российской науки. Поэтому для многих сотрудников ядерного центра в НЕФ День российской науки – профессиональный праздник. Мы, в первую очередь, чествуем теоретиков, математиков, научных сотрудников, тех людей, которые занимаются разработкой идей и реализацией этих идей. Благодаря развитию атомного проекта российская наука совершила большой скачок вперед. Были получены уникальные результаты, которые позволили сделать прорыв во многих направлениях. Появились новые дисциплины – суперкомпьютерные и лазерные технологии, ядерная медицина. Значимый вклад во все эти достижения внесли сотрудники и нашего института. КБ-11, затем ядерный центр. И мы по праву гордимся теми результатами, которые были получены и нашими предшественниками, отцами-основателями нашего ядерного центра, нашими специалистами, которые трудятся и продолжают трудиться сегодня в ядерном центре. Также в рамках празднования Дня российской науки сотрудники градообразующего предприятия встретились со старшеклассниками города и рассказали им о деятельности ядерного центра. В беседе приняли участие специалисты различных подразделений. Поэтому юноши и девушки смогли получить представление о том, какие научные вопросы решаются в атомной отрасли. Первый доклад принадлежал Виктору Ивановичу Лукьянову, главному специалисту Музея ядерного оружия. Кто, как не он, лучше расскажет об историческом, важном наследии нашего города, значимости нашего ядерного счета. Вторым докладчиком стал старший научный сотрудник Георгий Рогожников. Он рассказал ребятам о том, какой прорыв был совершен в науке за последний год, над чем сейчас трудятся ученые. Я пытаюсь заразить детей физикой. Но даже если у меня не получится, но все равно какая-то искрака внутри зажжется, и может быть они выберут какую-то смежную профессию. Если главной задачей Георгия было пробудить в детях интерес к точным наукам, то Евгению Кушниру предстояло подкрепить его и помочь понять, хотят ли они в будущем стать сотрудниками ядерного центра, и какие знания для этого необходимы. Для них важно определиться по жизни, кто они, что, для чего они живут, куда бы они хотели поступить и где бы они хотели работать. Поэтому вот этот момент самоопределения для них сейчас очень важен. Им надо подсказать немножко, на что надо обратить внимание. В завершение встречи Евгений Кушнир поделился своими воспоминаниями о работе конструктором и интересными историями из жизни ученых, которые трудились в федеральном ядерном центре внеф. После школьники могли задать всем специалистам вопросы. Больше запомнился мне последний рассказ, потому что это был профессиональный конструктор, то есть он работал, он создавал это все. Это было интересно. Нам рассказывали, как работает внеф, что там разрабатывают, про лазеры, про новый источник энергии. Также 8 февраля в День российской науки в Музее ядерного оружия прошел гроссмейстерский турнир по шахматам. В нем приняли участие сильнейшие спортсмены ядерного центра, мастера спорта, чемпионы различных соревнований. Его главной особенностью стало то, что финальную игру провели в персональном вагоне академика Юлия Борисовича Харитона, одного из крупнейших физиков 20 века и основателей советского атомного проекта. Уникальный объект стал частью экспозиции музея в конце декабря. Это событие открыло серию мероприятий, посвященных 75-летию атомной промышленности. Лучший игрок турнира определился на том самом месте, где когда-то великие умы и лучшие ученые Советского Союза принимали стратегически важные для страны и мира решения. Но прежде чем попасть в зал заседания Юлия Борисовича, каждому спортсмену предстояло провести 14 игр. На матч дается всего 5 минут. Шахматистов, занявших первое и второе места, ждал дополнительный показательный матч. И по словам одного из финалистов Владимира Рослова, провести игру в вагоне академика почетно. И он тураж действительно позволяет максимально сосредоточиться на поставленной задаче. Приятно было побывать там, я ни разу не был, лично я не был. Так, посмотреть место, где работал наш великий академик, вот было приятно, ну интересно. А когда садишься за шахматы, забываешь обо всем. В принципе, так сказать, окружающее не существует. Если ты действительно погружаешься в игру, в соревнования, здесь только доска и все. Десять напряженных минут и абсолютная тишина, в которой раздается лишь удар фигура доску. Показательный матч выдался сложным. По итогам первых двух партий ничья. В третьей Владимиру Рослову удалось предугадать ходы соперника. И за считанные минуты он буквально вырвал победу из рук чемпиона Блиц-турнира. Подобные соревнования проводятся в Российском федеральном ядерном центре в НЕФ регулярно. Но впервые их организовали в Музее ядерного оружия. И по мнению всех участников, это лучшее место, чтобы отметить День российской науки. СОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ Юбилейная конференция собрала старшеклассников из более чем 20 городов России. Каждому из вас я желаю успеха. И успеха не только признания ваших заслуг, но и чтобы вы имели возможность познакомиться. А здесь представлена почти вся география нашей страны. Оценивают исследовательские работы научные сотрудники ядерного центра и преподаватели ведущих вузов страны. Многие из них частые гости нашего города. Вера Григорьевна Новикова не пропустила ни одних харитоновских чтений. Опыт показывает, подобных вообще не существует школьных конференций. Это масштаб, это замысл. Ведущие ученые страны читают детям лекции рядом с их докладами школьными. Это не только производит впечатление, но это расширяет кругозоры школьников и нас. За 20 лет я получила просто энциклопедические знания. Александр Каплан впервые приехал на харитоновские чтения 5 лет назад. И с тех пор каждый год с радостью принимает приглашение посетить федеральный ядерный центр в НЕВ и поделиться своими знаниями с теми, кто только делает первые шаги в науку. Это одно из немногих мест, где все-таки чувствуется дух такого научно-технического сотрудничества, содружества и дух вот такого преданного служения науке. Преподаватели разные. Кто-то оценивает такую капитальную эрудицию, кто-то оценивает знания тонкостей. Ну, мне больше интересна смекалка. Такой творческий, креативный подход. В этом году экспертному жюри предстояло оценить 144 исследовательские работы. И, как отмечает профессор, уровень докладов только растет, соответствуя современным реалиям. Они становятся все более прагматичными, при этом не теряя такую научную высоту. Раньше все-таки, особенно если еще дальше, не только пять лет, это такие были больше работы, стремящиеся к фундаментальности. Ну, сделаем чего-нибудь такое фундаментальное, а потом посмотрим, куда это применять. Сейчас мы оглядываемся, и мы сами тоже оглядываемся, как же будет это использовано. Для молодых людей харитоновские чтения – это уникальная возможность продемонстрировать знания, высказать свою точку зрения и вынести на всеобщее обсуждение результаты своей научной работы. Глеб Горькаев принимает участие в конференции второй раз. В прошлом году его проект занял третье место. В этот раз юный инженер-исследователь рассчитывает улучшить свой результат. Выступаю я в секции информатика и представляю устройства мобильной навигации для ориентации в пространство, где невозможно использовать традиционные методы, как GPS, либо какие-то радиосигналы. А вот для Анны Мальтишевской это первая конференция такого уровня. Она приехала в Саров из Санкт-Петербурга. Вместе с ней из северной столицы прибыли еще 10 человек, чтобы представить свои проекты по математике, физике и химии. Со своей исследовательской работой Аня будет выступать в секции физика. Девушка считает, что подобные конференции полезны не только с научной точки зрения, но и для развития коммуникативных способностей. Лично для меня просто рассказывать публично что-то – это очень большой страх, и поэтому я хотела бы его преодолеть. Кроме защиты исследовательских работ в программу конференции также входит Олимпиада «Будущие исследователи будущей науки», которая в этом году проходила по шести предметам – математике, физике, химии, биологии, истории и русскому языку. Победители Олимпиады получат льготы при поступлении в различные вузы страны. Голосуй за Нижний Новгород – город трудовой доблести. Президент России Владимир Путин выступил с инициативой о присвоении этого почетного звания городам, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, самоотверженным трудом обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции. Город Горький, безусловно, достоин такого звания. Именно здесь был создан уникальный военно-промышленный комплекс предприятий, позволивший наладить выпуск практически всех видов оборонной продукции. Трудовые достижения горьковских предприятий были отмечены одинами Ленина, Трудового Красного Знамени, Отечественной войны Первой степени. Многие жители Горького были удостоены звания «Труженик тыла», награждены медалями за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Отдать свой голос за присвоение Нижнему Новгороду звания «Город трудовой доблести» можно на сайте zanijney.rf, а также заполнив подписной лист. Более подробную информацию можно получить в Городском совете ветеранов или по телефону 3-85-49. К другим новостям. Более трех тысяч спортсменов на старте. На лыжной базе прошел 41-й лыжный мемориал имени Бориса Глебевича Музрукова. В нем приняли участие сотрудники различных подразделений ядерного центра, ветераны, учащиеся в школах и гости из других городов. На большом спортивном празднике побывала наша съемочная группа. Борис Глебович Музруков, дважды герой социалистического труда, был директором в НИЭФ с 1955 по 1974 год. В этот период в институте был создан колоссальный экспериментальный научно-технический задел, позволяющий предприятию динамично развиваться и с уверенностью смотреть в будущее. Музруков очень много сделал для развития города и его социальной среды. Почтить память выдающегося организатора атомной промышленности и возложить цветы к его памятнику пришли сотрудники ядерного центра, представители власти и студенты. Эта традиция, которую мы очень чтим, это достойная память Борису Глебовичу Музрукову. В этом году мы проводим празднование, в том числе посвященное и 75-летию нашей отрасли. Отрасли, которая создала атомный щит, щит, который позволил нашей стране 75 лет жить в мире. И мы также должны быть благодарны и Борису Глебовичу, который внес достойный вклад в создание первой атомной бомбы. После возложения цветов все отправились на лыжную базу, где был зажжен огонь соревнований и дан старт 41-му мемориалу Бориса Глебовича Музрукова. На снежную трассу традиционно вышли сотрудники подразделения института, ветераны, гости из других городов. Галина Ладыгина – ведущий инженер-технолог из Заречного. Она приезжает на марафон на протяжении 10 лет и занимает призовые места. В этот раз спортсменка стала лучшей на дистанции 5 километров. Мы каждый год сюда приезжаем с удовольствием, заранее ждем вот этого, встречаемся с нашими спортивными друзьями из Сарова, с Озерска, из других городов. То есть у нас общение какое-то все время здесь происходит. Очень нравится атмосфера, что много ребятишек, садики, школы, много юных спортсменов и ветеранов спорта. Мемориал Музрукова – один из самых значимых и масштабных праздников спорта, который организует Федеральный ядерный центр в НЕВ. За время проведения марафона в нем приняло участие не одно поколение лыжников. Некоторые спортсмены приезжают целыми семьями. Впервые за последние 15 лет в Саров приехала делегация из «Злодейного поля», города, в котором родился Борис Глебович. Члены семьи Антохиных соревновались во всех группах. Родители получили золотые значки ГТО. Сын Александр стал победителем среди юниоров. Я выиграл в своей номинации 10 километров. Два круга по пять. Боролись, ребята, молодцы. Спасибо. Мы ждали золотой значок ГТО. На финише участников ждал горячий чай и угощение. На мемориал Бориса Глебовича Музрукова любители и профессионалы приезжают не ради медалей. Спортивный праздник – это еще один повод активно использовать для здоровья провести время в компании своих коллег, а также в очередной раз почтить память выдающегося директора. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vnev.ru и в эфире канала «16 по четвергам» в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok